Здравствуйте! Сегодня наша лекция будет посвящена образованию Бурят-Монгольской Автономной Советско-Социалистической Республики. Но начиналась она с образования двух автономных областей. Вопрос об автономии Бурят ставился еще в 1917 году, когда в апреле 1917 года прошел первый Всебурятский съезд. Первый вопрос, который там был поставлен, это об автономии Бурят. Доклад был сделан Михаилом Николаевичем Богдановым, и он разработал концепцию автономии Бурят. И эта концепция легла в основу вновь образованной Бурят-Монгольской АССР. Ну, история Бурят-Монгольской АССР довольно-таки длительная, подготовительный этап шел тоже длительное время. Ну, по меркам тех времен, по меркам тех лет, шла гражданская война. Тем не менее, большевики на освобожденных территориях сразу же приступали к административно-государственному формированию. И это помогло им в конечном итоге практически сразу после окончания гражданской войны. А гражданская война закончилась в ноябре 1922 года в Владивостоке. 30 декабря 1922 года собирается съезд Советов, на котором было объявлено образование Союза Советских Социалистических Республик. Союз Советских Социалистических Республик был построен по национальному признаку. Несмотря на то, что декларация прав трудящегося народа декларировала равноправие народов, государственность народа получили разные. Поскольку в СССР были созданы Союзные Республики, Автономные Республики, Автономные Области, а впоследствии появились еще и Автономные Округа. Статус Союзной Республики получили народы, численность которых превышала миллион человек, и территория которых находилась на границе. Находилась на границе. Ну, допустим, вот татары. Численность татар в Автономной Республике была свыше миллиона, но она находится в центре Советского Союза, поэтому статус Союзной Республики татары получить не смогли. Им дали статус Автономной Республики. Но Абуряты не превышали по численности миллиона, хотя имели и выход границы, поэтому им был дат статус Автономии. Шла гражданская война. Восточный фронт двигался с успехом на восток. И когда в январе 1920 года Колчак был арестован и казнен в городе Иркутске, то Сибирь и Дальний Восток оказались без руководителя. На Дальнем Востоке колчаковский генерал Радзянко не решился взять на себя смелость управлять Дальним Востоком. И поэтому на Дальнем Востоке сложилась такая ситуация, что можно было устанавливать советскую власть. Но присутствие японской армии на Дальнем Востоке не позволяло этого сделать. Поэтому большевики пошли на политический маневр, сформировав на Дальнем Востоке буферное государство Дальневосточную республику ДВР. Границы буферного государства простирались от Байкала до Владивостока. Центром ДВР стал город Верхнеудец. Но по мере продвижения Восточного фронта на Восток центр ДВР переезжал в Читу, потом Благовещенск, Хабаровск, ну и в конечном итоге центр ДВР был на Дальнем Востоке, на Владивостоке. Созданием Дальневосточной республики стал вопрос об образовании в Бурят-Монгольской автономной области. Бурят-Монгольская автономная область в составе ДВР Бурят-Монгольская автономная область в составе ДВР была образована в апреле 1921 года. 27 апреля 1921 года Учредительное собрание ДВР приняло основной закон Конституцию ДВР в которой одной из статей было записано образование Бурят-Монгольской автономной области в составе ДВР То есть таким образом Бурят-Монгольская автономная область в составе ДВР была образована на основе Конституции ДВР После этого было проведено собрание на котором делилось на котором были сформированы сформированы управляющие органы управляющие органы основным управляющим органом стало временное управление временное управление Бурят-Монгольское автономное управление сокращенно называлось Бур-Мон-Автоупор председателем этого временного управления стал Петр Николаевич Данбинов Данбинов СР В состав автообласти вошли 4 Аймака Агинский, Барбузинский, Хоринский и Чикойский Вы должны помнить что граница между Забайкальской областью и Иркутской кубернией проходила чуть западнее реки Селинги Чуть западнее реки Селинги И поэтому 4 Аймака вошли в состав Бурят-Монгольско-Автономного области в составе ДВР Выделение границ автообласти прошло относительно спокойно поскольку основной принцип создания автообласти это было концентрированное проживание Бурят вот таких территорий с концентрированным проживанием Бурят оказалось 4 и 4 Аймака вошли в автообласть свыше 108 тысяч Бурят оказались в составе автообласти в Бурят-Монгольско-Автономной области в Бурят-Монгольско-Автономной области но поскольку Бур-Мон автоупор во главе с Донбиновым который являлся эсером не устраивало большевиков поэтому они попытались не попытались а они изменили форму управления Бурят-Монгольско-Автономной области в составе ДВР в частности бурятская секция РКПБ при Иркутском Губкоме провела собрание в Чите и направила туда своего представителя видного коммуниста большевика большевика Матвея Амагаева и он стал председателем он стал председателем бурят-Монгольского ревкома в области бурят-Монгольского ревком области ну положение экономическое положение авто области было довольно таки тяжелым вопрос о земле стоял остро стоял остро но страна по прежнему что находилось состояние гражданской войны поэтому эти многие вопросы не могли быть решены в то время с восстановлением советской власти в Иркутской губернии в Иркутской губернии стал вопрос о создании автономной области в составе РСФСР в составе РСФСР в феврале 1921 года СИП-бюро ЦК РКПБ затем в апреле 1921 года Иркутский губком РКПБ высказались за образование автономной области на территории Иркутской губернии ну и начался сбор материалов и в итоге 7 июня 1921 года на коллеге наркомнаца был рассмотрен вопрос об образовании автообластей постановлением ЦИК постановлением ЦИК в апреле 1922 года была образована Монголо-Бурятская автономная область в составе РСФСР в общем то никаких документов нет почему назвали Монголо-Бурятская автономная область ну как говорят исследователи занимавшиеся занимавшиеся образованием государственности бурят они считают что автообласть в составе РСФСР была названа так чтобы отличать ее от автообласти в составе ДВР председателем председателем рельфкома вновь образованной монголо-бурятской автономной области был назначен Ербанов Михаил Николаевич Ербанов отвод территории в автообласть в составе РСФСР РСФСР проходил сложно поскольку территории концентрированного проживания бурят не было население было дисперсным ну вы помните из истории переселенческой политики что на территории Иркутской губернии русские переселенцы селились рядом с бурятскими улусами и поэтому среди бурятских улусов было очень много русских деревень ну в этой связи было принято решение выделить состав автообласти территории где проживали 70 процентов бурят ну а 30 процентов это люди другой национальности в основном русские и таким образом состав монголо-бурятской автономной области состав монголо-бурятской автономной области вошли пять аймаков алавский боханский и хирид булагатский селенгинский и тумкинский и тумкинский 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 те буряты которые оказались за пределами области им было предложено переселиться жить в составе автообласти русским которые оказались в составе области Было предложено переселиться за пределы автономной области. Но некоторые буряты отказались, ткачевские, которые далеко от автообласти жили, не отказались переезжать со своих породных мест. И поэтому около 18 тысяч бурят оказалось за пределы автообласти. В состав Монголо-Бурятской автообласти вошли 185 тысяч человек, из них буряты 129 тысяч. Ну и с образованием автообласти, Монголо-Бурятской автономной области, Ревко по главе Сербану, также пытался решить хозяйственные вопросы. Ну как обычно, когда возникает, создается государственность, необходимы обязательные органы управления. Ну это правительство, суд, прокуратура, здравоохранение, образование. То есть вот такие вот возразделения должны быть, присутствуют внутренние дела, должны решаться правительственными учреждениями. И Ирбанов занялся созданием этих учреждений. Так, ну после того, как Дальний Восток был полностью освобожден, был полностью освобожден, то необходимость Дальней Восточной Республики отпала. И она была ликвидирована. Была ликвидирована. Ну в Владивостоке был создан Даль-бюро, Даль-бюро ЦК РГПБ. Даль-бюро ЦК РГПБ. Поэтому встал вопрос об объединении двух автообластей в одну республику. Но по этому поводу возникла дискуссия. Сербюро и Даль-бюро высказалось против объединения, считая это нецелесообразным. Кроме того, некоторые представители бурсекции при Иркутском Бубкове, в частности Сахьянова Мария Михайловна, тоже выступила против объединения двух автообластей в единую республику, считая это тоже нецелесообразным. Считая это нецелесообразным. Так она высказывалась, что монголо-бурятская автообласть по хозяйственному укладу близка, по хозяйственному укладу однородна, и что бурятское население, которое живет в этой автообласти, ведет практически такое же хозяйство и такой же у них уклад, как и у русского населения. Поэтому создавать национальную республику нет необходимости. Ну, на таких позициях стояла Сахьянова. Ну, главным образом она, потому что в документах других фамилий не значится, которые бы выступали против объединения автообластей. Так, ну, а в Верхнеудинске начались подготовительные работы к объединению двух автообластей. Были образованы специальные комиссии по определению границ, ну, самое главное, по подготовке документов для обоснования, образования единой бурят-монгольской республики. Так, в этот комитет вошли Айрбанов, он стал председателем, вернее, комиссии, стал председателем Амагаев, зампредседателя, Бородин, Берман, Трубачеев, Ильин, Забоев, ну и так далее. Берман, он представитель НКВД, Наркомата внутренних дел. Эльбек, Даржи, Ренчино вместе с Ивановым дважды ездили в Москву в Наркомнац, который тогда возглавлял Иосиф Виссарионович Сталин, куда они представляли документы с обоснованием необходимости образования бурят-монгольской республики. Бурят-монгольской республики все необходимые документы с обозначением границ, которые вошли бы в республику, ну и так далее. Комиссия в ЦИК также провела большую работу по определению границ и по формированию пакета документов для создания республики. Ну и в конечном итоге 30 мая 1923 года постановлением в ЦИК две автообласти были объединены и образована единая бурят-монгольская автономная советская социалистическая республика. То есть 30 мая 1923 года, вот 30 мая 1913 года мы будем отмечать юбилей нашей республики. Нашей республики. Так, ну карта вам... Карта вам будет показана и вы по карте увидите, что единой территории бурят-монгольская автономная республика не имела. Но Байкал полностью находился на территории бурят-монгольской АССР. После того, как была создана республика, кстати, на территории республики во время образования буряты составляли почти половину населения. Но это затем уже переселенческая политика сократила численность бурят на территории республики. Так, после того, как была образована республика, началось формирование управляющих организаций. В июне 1923 года был сформирован Ревком. Председателем был назначен Ирбанов. Ревком должен был управлять республикой до созыва Киевого съезда Советов. Первый съезд Советов прошел в декабре 1923 года. На нем был избран ЦИК, Центральный исполнительный комитет. Из членов ЦИКа избрали президиум ЦИКа, 6 человек. Председателем президиума ЦИКа был избран Амагаев, Матвей Иннокентьевич Амагаев. Ну, то есть он стал руководителем республики. На съезде было избрано правительство, Совет народных комиссаров. Председателем Совнаркома стал Ирбанов. Ну, и после этого началось формирование наркоматов. И в течение 1924 года были сформированы наркоматы. Наркомзем, Наркомпрос, Наркомздрав, НГВД, ну и так далее. Ну, то есть все наркоматы, все отраслевые наркоматы в течение 1924 года были созданы. То есть на съезде, на первом съезде Советов Бурятмонгольской ССР было сформировано руководство, руководящий орган, ЦИК, президиум ЦИКа, и правительство Совнарком. В апреле 1924 года прошла первая партийная конференция, которая сформировала областной комитет партии. Секретарем областного комитета партии был избран Трубачеев. Но поскольку он через два месяца был отправлен на учебу в Москву, секретарем была избрана Сахьянова. Но ее пригласили на работу в ЦК, и она уехала в Москву. То вместо нее, зимой 1925 года, секретарем обкома стал Ирбанов. Секретарем обкома стал Ирбанов. Ну, в связи с тем, что был создан, сформирован обком, на местах стали формироваться альмкомы и комитеты партии. То есть стала формироваться партийная структура. Но поскольку членов партии было чрезвычайно мало, в 1924 году было 1200 человек коммунистов на территории республики. Поэтому областная партийная организация занялась приемом в члены партии. В первую очередь в партию принимались рабочие, а среди сельчан – бедняки и батраки. Бедняки и батраки. Ну, вы знаете, что по максимуму ленизму, социализм могут построить только люди, не обремененные никаким имуществом, никакой собственностью. Поэтому члены партии должны быть люди, не имеющие собственности. Так, ну а поскольку прием члены партии шел медленно, для того, чтобы вступить в партию, нужно было получить рекомендацию трех коммунистов с трехлетним стажем. Для того, чтобы облегчить прием в партию, было принято решение получать рекомендацию двух коммунистов с двухлетним стажем. Так, ну а поскольку в партию, партия нуждалась в расширении своих рядов, то на первых парах в партию принимали практически все, кто хотел туда вступить. Ну, в частности, вот некоторые кулаки, которые сориентировались в политическом моменте и вступали в партию, затем они попадали в руководящие органы. Это происходило до коллективизации. И попадали в руководящие органы. Ну, то есть, пользовались ситуацией, которая сложилась тогда в нашей республике. Ну, в общем-то, по всей стране такая же ситуация была. Ну, в связи с этим партия стала объявлять чистки рядов и смотрели по социальному происхождению. По социальному происхождению. То есть, рабочих батраков и бедняков оставляли в рядах партии, а остальных исключали из рядов партии. Вот таким образом шел рост партийных рядов. Он шел медленно, но он все-таки шел. Так, следующая задача, которая стала перед республикой, это выборы в советы. Выборы в советы. Ну, поскольку население было не привычным к выборной организации, выборным кампаниям, избирательным кампаниям, то явка была чрезвычайно низкой. И первые выборы фактически сорвались. Советы из-за плохой явки не были сформированы. Советская власть объявила прямые, обязательные выборы. Ну, то есть каждый человек, достигший совершеннолетия, мог участвовать в голосовании. А тогда, когда революции, в голосовании участвовали только выборщики. И выборщиками становились... Этих выборщиков могли избирать только люди с определенным имущественным цензом. С определенным имущественным цензом. Поэтому в 27-м году были объявлены первые выборы, они фактически сорвались. Следующие выборы объявили в 28-м году. И только вот в 29-м году выборы в Советы состоялись. И советские органы были сформированы. То есть, допустим, в Аймаках в Аймаках управление ввели Аймачный комитет партии и Советы. И Советы. Ну, Советы... Аймачный комитет партии тоже создавался на собраниях, на партийных собраниях путем выборов. И Советы тоже формировались путем выборов. То есть, вот такая вот система управления была создана. Так, далее началась работа по формированию общественных организаций. Ну, в первую очередь, молодежных. Комсомол, коммунистический союз молодежи. Практически сразу же за партийной организацией была проведена первая комсомольская конференция, на которой был сформирован областной комитет комсомола. Секретарем областного комитета комсомола стал Кузьян. На местах тоже стали формироваться аймачные комитеты комсомола. И во всех населенных пунктах формировались комитеты комсомола. Ну, и таким образом, через комсомол молодежь тоже была задействована в общественно-политической работе. В общественно-политической работе. Ну, то есть, они тоже принимали участие в принятии решений. Следующая общественная организация это был профсоюз. Ну, профсоюз, они были и до революции. Профсоюз, это, в общем-то, это продукт 19 века. Ну, они пришли к нам из западных стран, которые промышленно развились раньше. И рабочие требовали каких-то защитных функций. И поэтому они создали профессиональные союзы, профсоюзы. Ну, профсоюз, это общественная организация. И у нас были в республике Бурят-Монголии тоже были созданы профсоюзы отраслевые. Каждая отрасль создавала свои профсоюзы. Профсоюз содержался за счет профсоюзных взносов. За счет профсоюзных взносов. Следующей общественной организацией это стало женское движение. Ну, первоначально женщины собирались на собрания. На эти собрания избирались делегатки. И в конечном итоге эти собрания получили название делегатские собрания. А активистки женского движения стали называться делегатками. Они очень активно вели работу, критиковали аймачные комитеты партии, советы критиковали. и, в общем-то, ставили проблемы в основном такого социального характера. Социального характера. Ну и дети тоже были вовлечены в общественно-политическую работу пионерской организацией. Пионерской организацией. 18 мая 1918 года была создана пионерская организация. Ну, у нас она появилась уже после образования Бурят-Моргойской сети тоже в 1924 году. В 1924 году первая пионерская организация. В каждой каждой школе была сформирована пионерская организация и на уровне республики. Тоже такой вот руководящий орган который занимался пионерами. Который занимался пионерами. То есть дети достигшие 12 лет они становились пионерами. Становились пионерами, формировали пионерские отряды и помогали комсомол, помогали партии то есть вот таким образом через пионерскую организацию, через комсомольскую организацию шла подготовка подготовка детей, затем молодежи к работе в общественных организациях, партийных и советских организациях. Самое главное там давали опыт орг-работы. Орг-работы. На сегодня у нас таких организаций фактически нет и поэтому опыта орг-работы у вас получить возможности мало. Потому что это организация собраний. Здравствуйте. Извините, пожалуйста, не подскажите, где нужно найти музея Ивановна? Я не знаю, тут видео-лекцию записываю. Я вообще не отсюда. Вот там спросите. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, кончилось. Паспорт с собой не взяла. Паспорта дадут, Угу. Угу. Да. В 1926 году в состав Бурят-Монгольской СССР был включен Кабанский район. Кабанский район. Так, ну а в 1937 году 26 сентября постановлением ЦИК Бурят-Монгольская СССР была разделена на три части. При образовании областей Иркутской области был образован Уссардынский Бурятский национальный автономный округ, а при образовании Читинской области был образован Агинский Бурятский автономный национальный округ. Национальный округ. И Альхон, остров Альхон и Приальхонья отошли в состав Иркутской области. ну и часть Агинского округа тоже отошли, часть Бурятских территорий отошли в состав Читинской области. Состав Читинской области. Таким образом, в общем-то, произошел раздел прежней единой территории. Ну, по этому поводу в 90-е годы возникали движения, во всяком, которое называлось НГДЛ, которое ставило вопрос об объединении, о возвращении территории Бурят-Монголии в прежней границе и ставился вопрос о причислении Бурят к разряду репрессированных народов. К разряду репрессированных народов. Так, ну мы когда будем говорить о политических репрессиях, будем вспоминать, еще говорить об этом. Ну вот, таким образом, ну чтобы не возвращаться, 7 июля 1958 года Бурят-Монгольская ССР была переименована в Бурятскую АССР. Ну, в 37-м году, до 1937 года по-прежнему административно-территориальные единицы были такими же, как и на революции Иркутская губерния, Забайкальская область. И в 37-м году территориальное, административно-территориальное отделение несколько изменилось, были введены области, были введены области. Так, ну это все, что можно сказать об образовании Бурят-Монгольской автономной советской социалистической республики. по автономной бурятной войско-социалистической республики. Так, но то, что была создана республика, это, конечно, заслуга лидеров национального движения, которые, начиная с 1905 года, в частности, Михаил Николаевич Богданов, начиная с 1905 года, на съездах Бурят ставили вопрос об образовании автономии Бурят. Образовании автономии Бурят. И нужно сказать, что вот первый этап 1905 года, это первый этап национального движения, второй этап начался с 1917 года с образованием Бурнацкома и завершился он в 1923 году с образованием республики. С образованием республики. То есть, вот, цель, которую ставили лидеры национального движения, была достигнута. Буряты получили государственность, получили автономию. получили автономию. Так, ну, на этом у нас по этой теме, по этой теме все. лидеры национального республики. Спасибо.